Я забрался очень далеко и глубоко. Здесь прям настоящие-настоящие горы. Вот этот запах уже, наверное, не всем подойдет. Полуфабрикат почти готов. Это самое вкусное место в доме. Нормально, нормально, прилипло вроде. Здесь даже сладенькое будет на обед, ребята. Ребята, это вкусно. Это программа о любви. О любви к жизни. Диктор делает. Привет, друзья. Привет вам, уважаемые зрители программы «Диктор делает». Гастроприключения продолжаются. И продолжаются они сегодня из Грузии. Сюда люди приезжают по разным причинам. Я сюда приехал, чтобы разобраться, какова на вкус Грузия. И вот, чтобы разобраться во вкусах Грузии, можно сделать просто. Спуститься вниз в долину, вот сюда, в центр Тбилиси. Найти прекрасные, вкуснейшие, хорошие рестораны. Познакомиться с шефами и понять, как устроена гастрогрузия. Но мы пойдем другим путем. Мы пойдем путем гастроприключений. Мы отправимся на самый край Грузии и найдем те места, где не бывает людей с фотоаппаратами, где не бывает никаких туристов. И именно там изучим те самые бабушки на рецепты грузинской кухни. Мы находимся в Личхуме. Это место не туристическое. Это такое настоящее, аутентичное место, где люди живут испокон веков своими какими-то традициями. И вот сегодня мы вместе с вами попробуем прикоснуться к этой замечательной культуре. Вот видите, какие горы. Мы просто очень далеко. И у меня появился один шанс объяснить вам, что происходит. Потому что есть человек, есть тот, кто говорит по-русски. Это грузин, это Лаша Бахселяни. Лаша, привет. Здорово. Привет, дорогие. Мы находимся в Личхуме. Это один из самых отдаленных уголков Грузии. В такой туристической стране это самый непопулярный уголок. Но сегодня мы посмотрим и узнаем, почему этот факт является неиспределимым. Потому что здесь, в Личхуме, очень круто и очень вкусно. Так, у нас впереди настоящий грузинский обед. Причем сегодня он у нас не рядовой, с очень важным блюдом, которое можно смело назвать кардиналом грузинского стола. В селе так уж точно. Речь идет о поросенке. Их будет сразу два. Вот наши герои. Герой номер один. И герой номер два. Вообще, когда поросенка покупают с целью его съесть, это здесь целое событие не только для семьи, но, как правило, об этом знают все соседи. И все, потому что приглашаются, конечно, к столу. Ну, а такой, ну, не рядовой, опять же, случай. Помимо того, что это очень вкусно, и для всех это событие, это действительно довольно-таки дорого, особенно для местного населения. Мы на празднике жизни, на гастро-празднике. Да, у нас сегодня два таких поросенка. В Пелисси можно устать. И я это делаю, устаю регулярно. И когда со мной это происходит, я всегда приезжаю в свой родной уголок, это Личхуми. Здесь всегда очень тихо, спокойно, хорошо. И помимо этого очень вкусно. Вон бабушка Ира. Она прямо сейчас, как пчелка, трудится над тем, чтобы сегодня нам было всем очень вкусно. Вы понимаете, да, вот бабушка Ира. Ира, грузинско-русское имя, имя похоже на наше, но она делает своими руками. Здесь вот в этой грузинской глуши грузинские блюда. Идет примерочка. Поросенок готовится на вертел, друзья. Все это сейчас отправится в грузинское тоне. Это все немножко натуралистично, но вот эта жизнь населения, она вот такая. Друзья, вот тот самый острый суп, он готовится. Подробности сложно узнать, но мы попытаемся. Как вы видите, здесь очень много чеснока, да и лука тоже. Но остроту этому супу с названием острый дадут не вот эти ингредиенты, а вот эти, которые добавятся уже в самом-самом конце, когда будет практически все готово. А что здесь? По последнему штриху. Это наши специи. Ну, тут наборчики, да? И половина из них острая. Тут похожие хмели-сунели и какие-то разные... А, ребята, нереальные вкусные какие-то приправы. Мы подготовили тесто. Это Ирина. Ира, здравствуйте. 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 Что сегодня будет? Лобиани, да? Да. Лобиани. Вот так это выглядит. Параллельно готовится лобио. Друзья, мы будем по ходу переводить. Вот смотрите. Вот. Это фасоль. Приятно пахнет. Очень интересное блюдо. Делаем самое главное, что можно делать, начинку для хачапури. Перед этим предварительно мы замачивали этот сыр, чтобы соль из него лишняя вышла. И сейчас руками вручную, вот так вот, первозданным виде, измельчаем сыр, да, для того, чтобы потом добавить в это яйцо пару штучек, по-моему, и получится смесь для начинки для хачапури. Вот сейчас, друзья, внимательно, потому что мы подошли к тому моменту, когда в грузинской семье делают лобиани. А это начинка. Начинка из фасоли. Все устроено очень просто. Это фасоль, из которой сейчас делают бабушка Ира комочки, для того, чтобы определить, в принципе, количество лепешек лобиани. По этим комочкам это и определять. После этого они пойдут в тоны и будут там готовиться. Полуфабрикат почти готов. Осталось его запечь. Лобиани один из самых основных спутников любого стола грузинского. Это может быть и на обед, и на ужин, и на завтрак. Лобиани наряду с хачапури. Так же, как, короче, здесь второй хлеб. Повторяем процесс. Лепим шарики. Только теперь старшего брата лобиани для хачапури. Хачапури, но это слово уже многим знакомо. Хачапури это основная грузинская еда. Первое, второе, жареное, пареное, острое, все классно. Но что насчет десерта, пойдем посмотрим, что сегодня у нас будет из сладкого. Здесь даже сладенькое будет на обед, ребята. Грузинские казинаки, традиционный десерт, который делается обычно в классическом варианте из меда и орехов. Но моя тетя Лела делает в другой рецептуре. Это семечки и сахар. А это чисто грузинское? Чище не бывает. Как боржоми, вот так же и казинаки. Вот сахар практически растопился, я вижу, да? Да, если не помешивать и чуть-чуть прозевать, то, наверное, может все сгореть, да, Лела? Вот это казинаки. Или, как правило, по-грузински? Гозинахи. А параллельно, друзья, обед в самом разгаре. Смотрите, рядом кастрюля стоит с первым. Там где-то за окном сарайчики доделывают поросенка. Здесь готовится казинаки. Все живет и пахнет, что называется. Симпатично, кстати. А вы знали, что казинаки придумали грузины? Ну, да, это вкусно. Это вкус семечек с простой карамелью, простым сахаром. Здесь недоступны какие-то такие сложные яства. Магазинов здесь никаких нет рядышком. Это горы, да? А вкусная штука, правда? Ничем не хуже черчелы. Вот интересно, а как здесь народ живет зимой? Здесь, так как мы сейчас находимся в горах, буквально все здесь полностью в снегу. И это несколько месяцев лежит. В Тбилиси, если снег выпадает, он день пролежит максимум. Здесь это месяцами. Здесь прям настоящие-настоящие горы. Мы в них. Лаша, а что происходит вот здесь? Вот это что такое вообще? Готовится блюдо кучмачи. Очень известное, очень вкусное. Оно делается из внутренностей поросенка, собственно. Вот они, субпродукты грузинские. Какое-то еще одно блюдо будет, между прочим. Процесс идет. А помните тот самый острый супчик? Он уже готов, ребята, смотрите. А здесь в чанах варятся суп-продукты кучмачи. Вот этот запах уже, наверное, не всем подойдет, только на любителя. Но я с уважением к такого рода блюда, потому что это местный специалитет, и нужно это обязательно попробовать. А вот сейчас, наверное, самая интересная часть фильма. Я хочу вас пригласить в то место, где стоит Тоне. Это вот святая святых. Оно, может быть, выглядит не так презентабельно, ребята, но поверьте, это самое вкусное место в доме. Ира здесь хозяйка. Она бросает ветки. Здесь все это сгорает, нагревается. Смотрите, какой толщины Тоне. Тоне – это наземная печь. Она снаружи стянута вот так вот проволокой, такими деревянными щитами. Здесь, наверное, какая-то огнеупорная глина, скорее всего. А внутри вот эти вот шамотные какие-то включения набирают температуру. И именно туда пойдет и наш поросенок, и сюда пойдут хачапури, и лобиани, и все-все, что так любят люди во всем мире грузинского. Все готовится именно в этой печи. Начинаем готовить наши лобиани и хачапури. Вот такие порции будут. Все это руками делается. Ира забрасывает туда... Чаванелла. Землю? Что это, да? Нет, зала. А, зала. Нужно потушить немножечко Тоне, чтобы снизу не было огня, да? Да. Ну, правда, здесь температура, конечно, сумасшедшая, но стенки-то остались горячими. Вот такой процесс. Нормально, нормально. Прилипло вроде. Ребят, температура здесь отличная. Первая есть. Вообще, это искусство, друзья. Пришла очередь для сыра. Значит, уже хачапури делаем. Принцип тот же самый. Защипывание, превращение вот в такой мешочек и потом сплющивание. Ребята, у нас тем временем готово. Будем пробовать то самое лобиани. Ну-ка ломай. Ага, вот и начинка. Красиво, друзья. Вот это та самая лобиани грузинская. Вот так она выглядит. Надо попробовать. Я лоби с детства люблю. Ничего не поменял. Я такое с детства не ел. Лепешка очень вкусная, у которой внутри фасолевая начинка. Очень горячая, но это класс. С лепешечками покончено. Тонный готовится к следующей процедуре. Она разжигается для поросенка. Новые дровишки. Смотрите. И снова тепло аккумулируется в этой прекрасной грузинской печи. А поросенок ждет рядом. Маму, как грузин, отошел на секунду и попросил меня покрутить немножечко. Так что, друзья, я тоже приложил руку сегодня к этому блюду. Посмотрите, как выглядит процедура, да? Угли помешиваются, чтобы жар увеличился. На самое дно кладутся такие металлические противни. Они закрывают от прямого огня. Друзья, смотрите, он намочил вот такое специальное полотенце. И она часть процесса. Это очень важно. Поросеночек отправляется внутрь. Вот так вот носом он туда клюнул. А дальше, смотрите, берется наша мокрая вот эта одеялка и накрывается, чтобы жар не уходил. Поросенок вроде бы просто поросенок. Но самое главное в его приготовлении, как его мариновать. Сначала его нагревают, потом соленый раствор. Вот это соленый раствор, да? Да, да. Это просто соль и вода. И уксус добавление, да. И самое главное, его крутить, вертеть внутри и в нужное время его достать оттуда, чтобы не пережарить и чтобы он был сочный и очень вкусный. Ну, примерно полтора часа. Полтора часа. Вернемся через полтора часа и попробуем, что это такое. Вот он, красавчик. Готов, да? Уже готов, да. Ой-ой-ой. Вот это цвет. Вот так выглядит грузинский поросенок. Представляете? Корочка, да? Да, хрустящая корочка. Ой-ой-ой. А знаете, как здесь пахнет, ребята? Вы не представляете. Вот большое грузинское застолье. Сердцем его всегда является вот такой поросенок. Ребята, вы слышите этот звук? Ну, вот оно и готово. Мне достался вот такой кусочек, чтобы вам показать. Послушайте вот этот звук. Вот это и есть то самое качество прожарки, когда корочка хрустит. Это безумно вкусно, друзья. Поросенка сейчас разделывать нельзя. Он очень и очень горячий. И он уже пойдет на стол, когда все сядут. И начнется тот самый грузинский обед. Праздничный обед. Ребята, здесь шумно. Смотрите, стол накрыт. Стол ждет гостей. Здесь вино. Здесь вот этот самый супчик, который мы видели, как готовят. Здесь все прекрасные грузинские блюда. И здесь замечательные базы. И поросенок. И разные ястры. И куличи. Дети кричат громко. Но грузины так устроены. Начнется скоро праздник, потому что в Грузии наступает Пасха. И именно сегодня люди сядут за стол и преломят эти хлеба и попробуют все, что было приготовлено. Теперь вы видели, как устроен грузинский суп? Вы видели Кучмачо, вы видели Лобиани и Хачапури. Вот так выглядит грузинское застолье в глухой грузинской деревне. Я не буду снимать, когда мы сядем за стол, потому что это интимный момент. Но вы все видели сами. Увидимся скоро, друзья. Гастроприключения продолжаются. Пока, ребята. Пока.